В начале 2006 года военно-морские силы Великобритании получили эсминец Даринг. Как говорят его создатели, технически это самый совершенный корабль в мире. Его длина 150 метров, ширина 21 метр, водоизмещение 8100 тонн. Но самое главное, он оснащен аппаратурой, которая может отследить цель размером не больше теннисного мяча, летящую на скорости в три раза быстрее скорости звука. На эсминце Даринг стоит мощная РЛС дальнего обнаружения воздушных и надводных целей. Она способна обнаруживать цели за 180 километров от корабля. По задумке английских военных, даже десяток крылатых ракет противника будут успешно перехвачены еще на подлете. Кроме того, у Даринга есть артиллерийское вооружение и ракетный комплекс, способный одновременно управлять в полете 24-мя зенитными ракетами. Английские военные уверены, такие корабли уже сегодня обеспечивают непробиваемую противоракетную оборону для всей ударной группировки британского флота. Правда, российские эксперты говорят, что это не совсем так. Непробиваемых вещей не бывает. Это мы знаем из истории, что там сверхоружие создается и так далее, и так далее, и так далее. Но всякое, на каждый винт находится свой болт. А это новейший американский авианосец типа «Нимец» Джордж Буш. Корабль назван в честь 41-го президента США. Ударный авианосец является последней модификацией корабля подобного типа и имеет много новинок. Со стороны авианосец Джордж Буш похож на плавучий город. Его экипаж насчитывает 3200 человек плюс 2480 человек из авиакрыла авианосца. Например, столько же людей проживает сегодня в Приозерском районе Ленинградской области. Для борьбы с крылатыми ракетами и несклетящими целями Джордж Буш вооружен шестиствольными пушками «Вулкан» с индивидуальной системой наведения. Тремя пусковыми установками зенитно-ракетного комплекса «Ната-Сиспарру». На борту авианосца в готовности к бою находится также порядка 90 самолетов и вертолетов. Авианосцы типа «Нимец» являются самыми большими военными судами в мире. Содержание каждого авианосца обходится США примерно в 160 миллионов долларов в год. То есть денег на них не жалеют. Американское военное командование уверено, авианосцы типа «Нимец» являются совершенно неуязвимыми. Самая главная защита Джорджа Буша, так же как и многих, вернее всех других авианосцев типа «Нимец» – это их конструктивная защита. Конечно, она у американцев очень хорошо продумана. Это защитные зоны, которые, если там и происходит поражение, то она абсолютно изолируется от остального корабля. Несмотря на то, что авианосец Джордж Буш считается практически неуязвимым, российская авиация уже доказала, что это не так. Во время американо-японских учений в Японском море в октябре-ноябре 2000 года российские самолеты незаметно подлетели к авианосцу такого же класса ВМФ США и сфотографировали его со всех сторон. Американцы даже не успели поднять палубную авиацию или предпринять какие-то контромеры. На военном жаргоне это означает условное уничтожение авианосца. Здесь все-таки я считаю, что отлажена работа российских летчиков, которые умудрились скрытно подойти к этому авианосцу. В июле 1993 года Министерство обороны США обнаружило на вооружении российского ВМФ ракеты «Москит». Это означало, что американские корабли совсем не такие неуязвимые, как принято было считать. Ведь «Москит» способен летать в 15 метрах над уровнем моря, в 2,5 раза превышая скорость звука и перед тем, как попасть в цель, способен выполнять уклоняющиеся поперечные развороты в обе стороны. На конечном этапе атаки ракета несется над морем, едва не касаясь воды. На локаторах ее можно обнаружить всего за 3-4 секунды до удара. Ракета еще имеет возможность совершать противоракетный маневр, то есть она летит непрямолинейно. Поэтому ее траектория в принципе непредсказуемая. Это серьезная задача для кораблей, обороняющих авианосец. Поэтому вернуться от таких ракет будет практически невозможно. Еще одним неприятным для американцев открытием стала неприхотливость «Москита». Этими ракетами могут вооружаться не только боевые корабли, но даже легкие катера. А серия из 15-20 выстрелов гарантированно поражает и выводит из строя авианосную корабельную группировку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова